всем привет с вами вели мастер и сегодня у нас снова совместное видео с отцом как он и обещал сегодня будет мастер-каз по приготовлению борща это скромко сказано мастер просто поделимся скромным рецептом как приготовить борщ в общем я сегодня наверное буду как оператор а отец будет вести прям так целиковый выпуск ну что ж я удаляюсь и оставляю отца одного в кадре и так ребят мы находимся на нашей кухне импровизированная недостроена еще конечно ну в принципе для того чтобы приготовить борщ у нас все есть есть плита есть посуда вода газ ну и все будем ингредиенты почему я говорю прошлый раз когда вам советовал готовить борщ вот два дня готовить все дело в том что я готовлю борщ и добавляю борщ фасоль если брать фасоль то и он необходимо на ночь замочить в холодной воде ну так как у нас немножко и с работой и с временем есть небольшие проблемки поэтому я взял просто-напросто обычную фасоль уже готовую к приготовлению я не буду показывать фирму чтобы там не рекламировать и так далее единственное кому нравится белая красная она сейчас в продаже полностью есть и так нам понадобится значит я взял три кусочка говяжьих косточек с мякотью порубил их заблаговременно понадобится томат домашнего кстати производства капустка картофель морковочка свеколка красная лучок два помидорчика подсолнечное и либо оливковое масло соль перец и лавровый лист из инструмента ну естественно для открывания понадобится нам открывашка ножик для шинковки у кого есть шинковка просто мы еще не полностью распечатались есть шинковочка для удобного шинкования капусточки ножка и две терочки мелкая и грубого ну и естественно я беру либо фильтрованную либо воду также чтобы не рекламировать никого я ее повернул обычная питьевая вода для приготовления мы будем готовить вот в такой небольшой кастрюльке у кого семья большая можно готовить соответственно больше многие перед началом рассказывать значит 300 грамм миска 20 грамм там лаврового листа соль перец по вкусу там того сего все дело в том что какой консистенции у вас предпочитают семейные именно суп борщ первые блюда если необходимо густой ну соответственно мы больше добавляем картошечки капустки ну и всего остального миска если более жидкий то есть чтобы как говорится чтобы юшка была то тогда вот этого ингредиента для 3 литровой кастрюльки вполне достаточно и так с чего мы начинаем значит чтобы не затягивать долго видео мяско мы уже промыли водичку налили значит первым делом если у вас не вареная фасоль а фасоль которую вы на ночь замочили то вместе с мясом с косточками для наварки бульончик а в котором будет и непосредственно на котором будет приготовляться наш борщ необходимо засыпать вместе с мясом фасоль потому что она очень долго варится ну так как у нас она консервированная поэтому первым делом мы значит зажигаем причем мой совет начать кастрюльку поставить подальше здесь мы будем что-то делать чтобы она не мешала она будет потихоньку наш бульончик готовится варится поэтому сейчас мы ставим нашу кастрюльку по подальше от от нас чтобы она не мешала зажигаем и сковородочка нам пригодится значит мы наше мясо запускаем в кастрюльку прикрываем и оно у нас соответственно будет бульончик вариться значит доводим до кипения до кипения когда уже начинает закипать мы тогда крышечку обязательно снимаем чтобы бульон не получался мутный и будем собирать шум пока наш бульончик готовится мы приступим к следующему приготовлению значит ну для этого нам необходимо по следующему этапу почистить картошечку ну саму чистку мы затягивать видео не будем вот мы почистили картошечку морковочку свеколку самое главное почистили лучок потому что почему в отсутствие видео чистили ну чтобы вам не раздражало глазки иногда люди знаете сосед кушает лимон а у соседа челюсти сводит бульончик наш закипел шумок мы сняли накид теперь мы опускаем туда три листочка лаврушечки и приступим к нарезанию нашей картошечки картошечку мы режем на будем на 4 части зависимости от величины какая ровными кубиками опускаем ее прям в наш импровизированный бульончик порезали нашу картошечку опустили в бульончик и он у нас продолжает вариться уже там есть болгарский есть лаврушечка можно добавить туда горошком перчик у кого какие вкусовые качества я предпочитаю без перчиком значит пока у нас бульончик с картошечкой наваривается мы не тратя время значит первым делом нам необходимо порезать лучок порезать лучок пока мы свеколку с морковочкой отставим в сторонку с помидорчиками значит режем лучок мелкими кубиками обычно я режу так кто-то может по-другому может еще быстрее ну я к сожалению поварских курсов не заканчивал поэтому нарезаю не так быстро вдоль луковичку потом вот такими движениями получаются вот такие у нас одинаковые кубики чается лучок такой вот ингредиент значит для того чтобы не тратить время мы значит ставим сковородочку на медленный огонь значит и наливаем в нее подсолнечное масло кто любит оливковое значит кто ребят значит христианской веры православные те могут также кубиками порезать сюда сальцо чуть-чуть добавить маслица сделать зажарочку на сале у нас как-то не очень любят с этим сальцом жареным поэтому мы решили сделать вообще когда люди держат пост христиане когда запрещено кушать мясные блюда то зажарочку вообще можно сделать на постном масле то есть либо на подсолнечника либо на масле оливок вот так вот значит мы наш лучок в разогретая маслица в разогретая маслица опускаем наш лучок наш лучок и потихонечку его до золотистого цвета поджариваем пока у нас жарится лучок мы берем следующим у нас ингредиентом будет морковочка поэтому мы берем терочку и через терочку быстренько такими движениями раз 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 то есть морковочку сейчас мы ее нарежем лук желательно на медленном огне ребята поджаривать потому что можно пропустить тот момент и он начнет быстро быстро чернеть и потом когда что-то черное вообще плавает это не очень это эстетично и да и не вкусно горелый лук кому нужен поэтому мы поглядываем поглядываем помешиваем на это все вот такого стал золотистого цвета куча добавляем лучок нашу морковочку морковочку и теперь здесь ребят кому как нравится кто-то любит сильно красный если сильно красный то есть такой наш бурый значит надо побольше свеколки если просто как бы такого оранжеватого красному цвету то свеколки хватает и третий ну я всегда свеколку через мелкую терку потому что когда кусками она нарезается она начинает бориться какого-то цвета неестественно начернеет иногда то ли еще как то поэтому я всегда свеколочку делаю через мелкую терочку и так мы помешиваем наш лучок с нашей морковочкой вот ребята он как-то вот так выглядит и опять ставим тихонечко его томится пускай вместе прогревается морковочка пропитывают друг другу отдают все ингредиенты сильный огонь делать не надо надо чтобы она томилась как бы потихонечку так а мы дальше приступим к натиранию нашей морковочке я думаю данного количества нам хватит свеколки поэтому мы аккуратненько ее выгружаем сюда же к нашей морковочке опять все это перемешиваем вот таким вот образом ну я еще раз говорю кто любит по красе чтобы другой уж точно свекольник был насыщенный такой бурый цвет ну можно добавить больше свеколки свеколки вобрали в себя подсолнечное масло и лучок и морковочка вот в таком вот виде поэтому сейчас мы немножко добавим подсолнечного маслица немного ложки две вот так картошечка у нас практически дошла до готовности это говорит о том что нам надо поторопиться значит мы открываем нашу фасольку наш бульончик ну кому то сколько любит я обычно кладу ну где-то ложечка ложечку на литр вот такая ложечка вот получается вот вот таким вот образом и бульончик немножко помешаем так вот у нас тут ребятишки начинает наша поджарочка поджарочка доходить до кондиции вот вот она так у нас поджаривается на очень медленном огне вот теперь мы в нашу поджарочку берем обычно делаю это на мелкую терочку помидорки натерли помидорчик и мы этот весь помидорчик отправляем вот сюда вот оно зашкварчат размешиваем все это размешиваем размешиваем все в принципе наша зажарочка готова за исключением я так как эти помидорки у нас еще не лето они не набрали таким непонятно откуда кислоты в них очень мало я добавляю домашние заготовочки у нас томатный сок ну можно добавить томатную пасту которую мы в магазинах приобретаем вот так вот я беру смело домашний добавляю три ложечки домашнего томата вот так вот и все это мы перемешиваем и так мы попробовали нашу картошечку она дошла уже почти до готовности вы обратили внимание до этого момента я ее не солил потому что если в соленой воде варить картошку она не будет разваливаться она будет становиться как каменная поэтому я сейчас так досыпаю сюда соли но солю опять же не полностью потому что когда мы полностью добавим как говорится пересол на спине не досол на столе когда мы все это сюда сложим когда мы все ингредиенты положим тогда будем досоливать сейчас мы попробуем наверное надо еще чуть-чуть все это ребята как по вкусу кому сколько нравится и сейчас можно добавить чуть-чуть конечно сюда перчика опять же я предлагаю чуть-чуть потому что у каждого свой желудок да и у каждого своя мера остроты поэтому вот предлагаю потом поставить на стол соломку и перечницу и будет все тип-топ так вот так мы приготавливаем нашу поджарочку она практически готова у кого ну не хватает таких чтобы она томилась просто была горяченькая предлагаю отставить у нас позволяет на минимальной температуре держать ее в горячем состоянии мы ее просто оставляем а сами приступаем к шинковочке капустки вот так я полка чанчика капусточки шинковал больше я думаю не надо это сейчас мы запустим посмотрим если необходимо мы дошинкуем опять же ребята момент запускания капусты в наш бульончик он зависит от вкусовых качеств кому нравится кто-то любит чтобы капусточка была все-таки была размазней поэтому я ее запускаю когда картошка уже практически готова когда попробовав картошечку да она готова уже в принципе так разваливается то мы можем с с с с с с с с капусту с 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 Ребята, у кого сковородка со съемной ручкой, вот это телодвижение попрошу делать аккуратней. У меня плотная ручка, она не съемная на этой сковородке, а так обычно происходит переворачивание, выпадание, ручки и так далее и тому подобное, поэтому очень попрошу аккуратненько, так, мы теперь это можем выключить, вот, и наш борщик, смотрите, какой он сразу стал веселый, весенний, с мяском, ах, говяжьи косточки, вот он, смотрите, какой красавчик. И теперь мы делаем на самый минимальный огонек и еще потомим его минут пять, наверное, ребятишки, на запах, ребята, ой, вкусно. Итак, ребята, мы все это поставили, он пару минут у нас потомился, но так, как я и говорил, мы сейчас попробуем на соль. Солим, к сожалению, так же, как я и говорил, сладкий нам немножко свеколка, наша зажарка сладенькая, поэтому мы добавим соли, помешаем и посмотрим, еще раз попробуем, но лучше, я еще раз говорю, не досаливать соломку, поставить на стол несложно, каждый себе по вкусу потом себе добавит перчик, соль, чесночок, кто как любит. Добавили мы немножко лучок зелененький, ну, кто, кому нравится, тот добавляет укропчик, петрушечку, сейчас весна, зелени хватает, две ложечки сметанки, вот такой у нас получился борщец, ребята. Вкус оригинальный, мы уже пробовали в момент приготовления, как говорится, повар уже, наверное, наелся, но, тем не менее, мне хочется, чтобы Стасик оценил то, что я приготовил, так же честно, чтобы, как я оценивал, те роллы, которые он заказывал. Ну что, ребята, те, кто к нам присоединился, приятного аппетита, спасибо вам за добрые пожелания, за комментарии, которые вы оставляете к нашим видео. Ну, давай, Стас, оценивай, дегустируй, дегустируй, да, соль, перчик, что там, сметанку, Возьму хлебушек, да, вот к борщу лучше черный хлебушек. Обалденно, вкусно. Давай, я буду. Вот, слушай, вот чувствуется очень такое вот прям свекло с капустой, классно вообще. Наварить здесь такая, знаешь, то есть не такая просто капуста и свекла, а вот именно такая наварочка свеклы, да? Бульончик вообще классный. Мне там хвалить свое произведение как бы не с руки, поэтому ты скажи, мне, по-моему, маловато вроде перчику. Как ты? Ну, не знаю, я не очень перченый, люблю там супы и прочее, потому что я больше так вот редко их ем, но вот когда ем, это больше такой, знаете, как, как чаек попить, такая, типа трапеза, кайфануть, короче, желудок побаловать. Потому что в этих фастфудах там постоянно этого перца, этой соли и здесь вот прям вообще такой идеальный вариант. И тогда, когда супец так пью, ну, Юшечку эту пьешь, она так сразу обтекает, желудок вообще классный. Ну, будет вкусней, когда он еще настоится. Он только с пылу и с жару, ребят, поэтому, а когда он настоится, Юшечка вообще станет изумительной. Ну, вообще классно. То, что на, теперь с перцем. Вот, с перчиком, да, у меня. Ну, можно добавить сюда чесночок через чеснокодавку. Ну, это как бы, вообще не очень хорошо, когда у тебя чесноком пахнет. Ну, да, сейчас уже день, еще, да, день впереди, и неудобно будет общаться с людьми, когда тебе пахнет чесночком. А так, вообще, с чесночком вкуснее. Плево. Ну, вот, ребятки, вот такого плана ведем. Если вам понравилось, поддержите. В комментарии. И будем еще снимать, там, да, наверное, что-нибудь такое интересное. Еще на природу съездим. На природу шашлычок сделаем, еще что-нибудь. Ну, и хочу сказать, ребята, видели, ничего замысловатого нет. Останетесь дома, вот попробуйте приготовить, да, и подать родителям. Я больше чем уверен, родители будут в ауте от того, что вы приготовите. Ничего сложного нет. Продукты все, будем говорить, по карману, недорогие, ничего здесь такого нет. Единственное, мы не сказали, сколько тут чего ушло. Это вышла треть головки капусточки, две крупные картофелины, одна небольшая, даже пол свеколки, одна морковочка, лучок, одна головка, ну, и говядинка, подсолнечное масло. Да, но и при приготовлении, я думаю, надо быть просто очень аккуратным, потому что можно и обжечься, и, скажем, сковородкой может быть вот такая движуха, которая из сковородки такая вылетает. Поэтому самое главное осторожно. Да, осторожно, внимание, ничего сложного нет. Ну, все, ребятки, вот такое вот было видео. Всем до встречи в следующем выпуске. Пока. Пока. Всем привет, с вами Вилим СТВ, и сегодня мы с вами проведем обзор на ресторан доставки Суши Бокс. Закажем сет, который называется Масита, стоит он 729 рублей и весит он 840 грамм.